Проблема появления на дороге водителей, лишенных права управления транспортным средством, к сожалению, остается актуальной. Что движет такими автовладельцами, сказать сложно. Глупые отговорки на вопросы правоохранителей о целях поездки редко приносят какие-либо результаты, ведь, как известно, закон для всех един. С целью своевременного выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими такого права, с 4 по 13 февраля на территории города над Бугом сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую декаду «Бесправник». В целях своевременного выявления и пресечения таких фактов нарушения права дорожного движения, то есть водителей, которые не имеют права управления, либо лишены такого права управления, каждый день будет проводиться работа рейдовых групп с использованием прибора «Автоураган». «Автоураган» – новое слово в борьбе с бесправниками. Портативный переносной комплекс состоит всего из двух составных частей – ноутбука и видеокамеры. Программа, заложенная в память компьютера, позволяет за очень короткое время определить номер автомобиля, который двигается в общем потоке, и сравнить его с номерами, которые хранятся в базе данных нарушителей. Человек находится в единой базе данных, и когда в единую базу данных наносится как фамилия, имя, отчество, так, естественно, регистрационный знак и марка автомобиля, которым данный человек управлял. Поэтому в потоке транспортных средств по регистрационному знаку очень легко и мгновенно вычисляется водитель, который лишен права управления. Но от старых проверенных способов контроля сотрудники госавтоинспекции не спешат отказываться. Вместе с правоохранителями на службу выходят и так называемые дружинники – добровольцы, которые либо с представителями структуры, либо самостоятельно наблюдают за порядком на улицах. Причем все это фиксируют с помощью записи на видеокамере. Они считают, что только вместе можно проучить нерадивых водителей. Вы сами выйдете на дорогу, что делаете на дороге. Поэтому тут без этого никак. А на каждом перекрестке сотрудника не поставишь, чтобы за каждым смотрел. Поэтому мы работаем.